В эфире «Утро» Карачаева-Черкесия на телеканале «Россия». Всем доброе утро и начинаем новый день июня с погоды. В Черкесии в Центре развития одаренных детей «Спутник» состоялась выставка графических работ известного скульптора Кушали Зарманбетова. На этот раз она была посвящена великому поэту Александру Сергеевичу Пушкину. Художник является большим поклонником творчества писателя и рассказал нашей съемочной группе об экспозиции. Альбина Курачинова-Кенжева расскажет подробнее. У заслуженного художника республики Кушали Зарманбетова много наград и регалий, но сам он по натуре очень скромный человек. Для него счастье родиться в один день с великим Александром Сергеевичем Пушкиным. Поэтому художник ежегодно организовывает выставку в честь Пушкина. Экспозицию «Золотой кочевник» открыла графическая работа в исполнении Зарманбетова. В Питере, где я учился, объединил там город, детское село, в котором он жил. Вообще, когда мальчиком был, интересная история. Поэтому там же обучился, многое увидел. Поэтому высоко, в общем, называется везде, где я бываю, в зарубежном везде, одним названием «Золотой кочевник». Почему? Первые три буквы моей фамилии Зар означают «Золотой». Первые три буквы моей имени Кош означают «Кочевник». Кушали Зарманбетов делится, что стал фанатом творчества Пушкина с самого детства. И именно оно стало отправной точкой к миру прекрасного. Эти работы в основном все новые, потому что у меня были больших размеров, какие-то уменьшил. Но я не люблю повторять. Если даже я делаю силуэтом одинаково, где-то что-то добавляю, где-то обрамление какие-то. Больше поставил там, где народу, потому что в других странах интересуется, потому что это наша история, наш фольклор. Поэтому мне интересна работа, почему графика, потому что много удобств, средств не надо. На мероприятии присутствовали поклонники творчества известного художника. Студенты и учащиеся все в один голос говорили, как это здорово прикоснуться к творчеству Зарманбетова. Казбек Бастанов, скульптор, ученик Кушали, вспоминает своего наставника как человека своего дела, исключительно творческого и требовательного. Он нас вел пару, целых шесть лет. О нем могу я рассказать только все хорошее. Он профессионал своего дела, всегда заставлял нас, чтобы мы работали трижды, он сверху добавлял работу, чтобы мы пахали. Один из самых лучших преподавателей, которых я знаю, он все отлично показывает, объясняет, он не строгий, дает какие-то очень полезные советы. Выставка продлится еще несколько дней, ну а талантливый художник уже рисует в голове образы, формы и решения для новых работ. Альбина Курочинова-Кенжева, Светлана Кокова, Олег Малхожев. Вести Карачаево-Черкесия. Новый информационный день продолжает свое вещание на телеканале «Россия». Ровно в 9 смотрите «Вести» на карачаевском языке, затем также программы «Карачаевская редакция» в 14.30. «Вести» Карачаево-Черкесия с Муратом Джанкиозовым. Всем хорошего дня и встретимся завтра.